В нашем мозгу 30% всех нервных клеток коры заняты обработкой зрительной информации. У нас есть специальные нейроны для распознавания лиц, и они срабатывают за шестую долю секунды. Об этом мы с вами уже говорили в предыдущих видео. С такими мощными инструментами неудивительно, что при оценке людей мы полагаемся прежде всего на их внешность. Эта особенность приводит к ошибкам в выборе друзей, партнеров и сотрудников. И происходит это из-за так называемого эффекта ореола. Эффект ореола или галоэффект возникает, когда общее впечатление о человеке переносится на его личностные характеристики. Другими словами, когда человек нам нравится, мы сразу думаем, что он не только красивый, но еще и умный, доброжелательный, успешный и вообще хороший по всем фронтам. Эффект ореола – это научное объяснение того, почему мы склонны навешивать на окружающих ярлыки, а затем не желаем с этими ярлыками расставаться. Чтобы было больше ясности о данном эффекте, давайте рассмотрим некоторые примеры из жизни. Представьте, что ваш новый коллега вызвался помочь и очень эффективно решил вашу проблему. К тому же был мил и дружелюбен. Хороший человек, просто замечательный, решите вы и больше этим коллегой особо не будете интересоваться. А затем вдруг узнаете, что он побил свою жену. И очень этому удивитесь, мол, как так? Не может быть, он же хороший человек. Это все пустые сплетни, подумаете вы. Но когда выяснится, что это чистая правда и ваш коллега склонен к бытовому насилию, вы подумаете что-то вроде «Эх, такой был хороший человек». Жизнь, видимо, довела. Или жена плохая. Или может у него вообще депрессия. Тот ярлык, который вы на него повесили изначально, не дает вам открыть глаза на истину. Единственное, в чем ваш коллега хорош, это в своей работе. А в остальном он совершенно асоциальный тип. Причем был таким в момент вашего знакомства. Эффект ореола может проявляться не только в отношении ваших личных знакомых, но и в отношении публичных лиц, звезд, политиков, а также популярных брендов. Если вам однажды понравился определенный продукт какой-то компании, то нередко вы выдаете кредит доверия этой фирме и считаете, что все их товары высочайшего качества, логотип приятный, а рекламная компания интеллектуальная и вовсе не навязчивая. Хотя, возможно, все совсем не так. Но нет ни времени, ни желания разбираться во всем этом. И вы с удовольствием следуете повешенному вами ярлыку. Что немаловажно, эффект ореола проявляется в медицине. Группа психологов из Сент-Эндрюского университета провела исследование и выяснила, что врачи часто предвзято относятся к красивым людям. Принимая во внимание привлекательный внешний вид пациента, они могут посчитать его здоровым. Это приводит к тому, что доктора не задают пациенту вопросы, которые могут дать важную информацию о состоянии его здоровья. Таким образом, медицинский работник может не заметить заболевание, которое видно невооруженным глазом. Под влиянием этого эффекта руководитель может нанять некомпетентных сотрудников. Если перед собеседованием он узнает, что у одного соискателя диплом престижного учебного заведения, а у другого обычного, то будет предвзят. Скорее всего, работодатель выберет человека из авторитетного вуза, несмотря на то, что другой кандидат подходит лучше. Люди сталкиваются с эффектом Ореола в разных ситуациях, в том числе и во время общения. Нейробиологи из Массачусетского технологического института выяснили, что мозгу нужно 13 миллисекунд, чтобы изучить внешность человека и сделать по ней вывод. Возвращаясь к различного рода товарам и брендам, хочется сказать, что производители тех же товаров и услуг используют эффект Ореола, чтобы повысить узнаваемость бренда, увеличить продажи и улучшить отношение покупателя к продукту. Для этого они привлекают знаменитости и модели, а также создают яркие упаковки для товаров. Например, Натали Портман стала лицом Диор, Анастасия Ивлеева – аббассадором Макдональдса в России, а Бьонсе представляет Пепси. Чтобы повысить продажи и привлечь внимание покупателей, бренды, печатают на книгах рецензии известных личностей, бесплатно отправляют продукты популярным блогерам и приглашают звезд на свои шоу. Как бороться с эффектом Ореола? Психологи считают, что бороться с данным эффектом и другими когнитивными искажениями можно только научившись их распознавать. Поэтому они советуют обращать внимание на то, в каких обстоятельствах возникают ошибки. Социолог Ульяна Мызникова объясняет, что эффект Ореола может сам разрушиться под воздействием следующих факторов. Время, по прошествии которого можно увидеть реальные факты и истинные черты личности. Экстремальная ситуация. Во время кризисов, чрезвычайных и непредвиденных ситуаций можно увидеть, обладает ли человек качествами, которые мы ему присваиваем изначально. Информационная осведомленность. Изучение новых источников информации помогает увидеть то, что мы могли упустить. Критическая оценка. Чтобы сформировать близкое к реальности впечатление, нужно подвергать сомнению каждый известный факт о человеке. Ослепленной красотой мы можем терпеть нерадивого сотрудника, ленивого студента или неподходящего партнера. И что самое паршивое, ничего с этим не сделаем. Первое впечатление о человеке создается без нашего ведома, на уровне подсознания. Мы не выбираем, восхититься чей-то внешностью или нет. Нам просто почему-то кажется, что этот человек хороший. А почему хороший? Потому что красивый. Но теперь вы знаете, что это работает совсем по-другому. Здесь можно посоветовать только сохранять бдительность и стремление к объективности. Руководствуйтесь фактами, а не интуицией. И вы защитите себя хотя бы от части ошибок. На этом наше видео подходит к концу. Я надеюсь, вся вышеизложенная информация была полезна для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного.